OBD2 код неисправности техническое описание, низкое напряжение питания системы, что это обозначает. Этот общий код неисправности силовой передачи, двигателя обычно применяется ко всем более новым автомобилям 1996 года, включая, помимо прочего, автомобили Kia, Hyundai, Jeep, Mercedes, Dodge, Ford и GM. PSM в определенной степени контролирует систему зарядки на этих автомобилях, PSM может управлять системой зарядки, управляя цепью питания или заземления для регулятора напряжения внутри генератора. Модуль управления силовым агрегатом, PSM, контролирует цепь питания зажигания, чтобы определить, работает ли система зарядки, если напряжение слишком низкое, будет установлен код неисправности, это чисто электрическая проблема. Действия по устранению неполадок могут различаться в зависимости от производителя, типа системы управления зарядкой и цвета проводов, симптомы, симптомы кода двигателя P0562 могут включать, световой индикатор неисправности включен, красный индикатор батареи горит, передача может не сместиться, двигатель может не запуститься или, если он запустится, может заглохнуть и умереть, более низкая экономия топлива, причины, потенциальные причины установки этого кода, высокое сопротивление в кабеле между генератором и аккумулятором, возможно, высокое сопротивление, разомкнутая цепь между генератором и модулем управления, возможно, неисправен генератор, самый распространенный, сбой PSM маловероятно, диагностические и ремонтные процедуры, хорошей отправной точкой всегда является проверка бюллетеней технического обслуживания, TSB, для вашего конкретного автомобиля, ваша проблема может быть известной проблемой с известным исправлением, выпущенным производителем и может сэкономить ваше время и деньги во время диагностики. Наиболее распространенной причиной этого кода является низкое напряжение аккумулятора, аккумулятор, который был отсоединен, неисправность системы зарядки, неисправный генератор, пока мы находимся на предмете, давайте не забывать проверять самую запущенную часть системы зарядки, ремень генератора. Сначала проверьте систему зарядки, завести автомобиль, включите фары и вентилятор на высокой скорости, чтобы загрузить электрическую систему, используя цифровой вольтметр. Проверьте напряжение на аккумуляторе, оно должно быть между 13,2 вольт и 14,7 вольт. Если напряжение значительно ниже 12 вольт или выше 15,5 вольт, выполните диагностику системы зарядки, при этом основное внимание уделяется генератору, если вы не уверены. Проверьте аккумулятор, систему запуска и зарядки в местном магазине запчастей, автосервисе, большинство будет выполнять эту услугу за небольшую плату, если не бесплатно, и, как правило, предоставит вам распечатку результатов теста. Если напряжение было правильным, и у вас есть диагностический прибор, удалите диагностические коды неисправности из памяти и посмотрите, вернется ли этот код, если это не так, скорее всего, этот код либо прерывистый, либо является кодом истории, памяти, и дальнейшая диагностика не требуется. Если код P0562 не возвращается, найдите PSM на вашем конкретном автомобиле, после обнаружения визуально осмотрите разъемы и проводку, ищите царапины, протирку, оголенные провода, ожоги или расплавленный пластик, разъедините разъемы и тщательно осмотрите клеммы, металлические детали внутри разъемов, посмотрите, выглядят ли они сгоревшими или имеют зеленый оттенок, указывающий на коррозию, используйте очиститель электрических контактов и пластиковую щетиную щетку, если требуется очистка клемм, дайте высохнуть и нанесите электрическую смазку в месте контакта клемм. Затем удалите диагностические коды неисправности из памяти с помощью диагностического прибора и посмотрите, вернется ли этот код, если это не так, то, скорее всего, ваши проблемы связаны с соединениями. Если код P0562 действительно возвращается, нам нужно проверить напряжение на RSM, сначала отсоедините отрицательный аккумуляторный кабель от аккумулятора, далее отсоединяем жгут, идущий к RSM, подсоедините кабель аккумулятора, включите зажигание, с помощью DVO-M проверьте цепь питания зажигания PSM, красный провод к цепи питания зажигания PSM, черный провод к хорошему заземлению, если в этой цепи напряжения аккумуляторной батареи меньше, отремонтируйте проводку от RSM к замку зажигания. Если все в порядке, убедитесь, что вы хорошо знакомы с PSM, подключите контрольную лампу к положительному полюсу аккумуляторной батареи 12 вольт, красная клемма, и прикоснитесь другим концом контрольной лампы к цепи заземления, идущей к заземлению цепи питания зажигания PSM, если контрольная лампа не загорается, это указывает на неисправность цепи, если он загорается, покачивайте жгут проводов, идущий к PSM, чтобы увидеть, мигает ли контрольная лампа, указывая на прерывистое соединение. Если все предыдущие тесты пройдены и вы продолжаете получать P0562, это, скорее всего, будет указывать на сбой PSM, если вы не уверены, обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту по диагностике автомобилей, PSM должны быть запрограммированы или откалиброваны для автомобиля для правильной установки.